Ехали. Привет, друзья! Снова Мишка на канале, Миша Салатеев. А почему? А потому что сегодня был турнир Ла-Ма-На-Сала! И Миша писал астрономию. Астрономию. А также математику. Так вот, когда Миша решил все задачи за свой класс, у него осталось огромное количество времени просто, гигантское. И он взялся решать задачу за 10-11 класс. И очень долго ее решал, но решил. И задача эта очень классная и красивая. И сейчас Миша ее разберет в общих чертах. Там будут некоторые моменты, которые надо будет вам самим додумать. Но в общих чертах разберет. Так вот, задача. Пусть сумма нескольких положительных слагаемых равна единице. Доказать, что максимальная из них не меньше, чем сумма квадратов их всех. Миша Слава. Итак, ну, значит, еще раз запишу условия. У Миши хриплый голос немножко, но окей. Это ничего страшного абсолютно. Ну и допустим, что у нас вот это выполняется без ограничения общности. Абсолютно без ограничения общности, да. Хорошо. Ну, значит, во-первых, пусть вот это x1 равно какое-то t. Это, конечно, странное обозначение, потому что x1 тоже нормально был, но ок. Ну, зато без индекса. Да. Значит, сначала попробуем разобраться, если мы сделаем как можно больше вот этих x айтых равным ему. То есть у нас будет t, t и так далее. Тут t и всего будет, ну, сколько там, да. Ну, короче, тут k. И это такое максимальное k, что 1 минус tk больше, чем 0. Что 1 минус tk все еще больше 0, поэтому дальше идут какие-то положительные числа. Близкие к нулю, да? Ну, не очень далекие от нуля. А дальше мы постоянно... То есть мы это что сделаем? Мы будем, ну да, сохранять. То есть, сохраняя эти увеличить, эти уменьшать. Потом мы поговорим, почему это можно. Да. Ну, дальше будет слагаемое 1 минус tk. Ну, и дальше поставим нули. Правда, числа должны быть положительные, но мы можем эти числа сделать сколько угодно близкие к нулю, поэтому можно считать, что они нули. По непрерывности, естественно, совершенно неважно, да. Вот. Хорошо. Теперь посчитаем сумму квадратов. Это, значит, мы хотим ее сравнить с числом t. t против, значит, t квадрат на k плюс 1 минус t квадрат, ну, 1 минус tk в квадрате, и нули это... Нули, да. Хорошо. Переносим вот это в левую часть. Получается t на 1 минус tk и против 1 минус tk в квадрате. Ух ты! Ну, вот это слагаемое на больше нуля. Ой, как красиво! Ой, как красиво! То есть оно сокращается, остается t против 1 минус tk, и по условию это меньше. Да. Ну, больше или равно. Значит, у нас все выполняется. Да. Блин, даже можно считать меньше, потому что если бы было больше или равно, это было бы тоже t, а здесь 0. Ну да, если тут 0 было, тогда мы не сократили, просто это было бы 0 и неважно. То есть неравенство будет только если они все равны. Хорошо. То есть одноенны. У нас есть какой-нибудь... Да, сотрем. Отлично, отлично. Значит, и так, если они все такие, то все очевидно. Хорошо. Хорошо, а теперь давайте докажем, что это наихудший случай. Отлично, да, как? Значит, остается старшее слагаемое на t. Угу. Вот. Заметим, что если у нас есть какие-нибудь два числа x плюс t в квадрате и плюс x минус t в квадрате... Ну, какие-то два, да, относительно середины, да. То это всегда будет меньше и равно, ну, строго меньше, чем x плюс t плюс n в квадрате плюс x минус t минус n в квадрате. То есть... Ну, мы можем раскрыть скобки. Да, положительным. Ага, так. Кстати, я, наверное, натурально бы написал. Ну, неважно, думаю, что зачтутся с какими-нибудь огрехами, там, с минусами небольшими. Хорошо. Вот. Хорошо. Это значит, что при фиксированной сумме двух слагаемых нам выгодно их раздвинуть как можно дальше. Отлично. Хорошо. А как мы их можем раздвигать? Первый вариант – это когда будет ограничение снизу, когда одно станет равно нулю. Тогда вот здесь будет просто x i плюс x j. Ну, да, которое будет меньше t. Второй вариант – да. Второй вариант – если ограничено t, тогда вот здесь будет t, а здесь, соответственно, x i плюс x j минус t. Ну, да. Сейчас давайте я попробую пояснить. Этот момент может быть не очень очевидный. Значит, это на картинке легко пояснить. Вот t, она самая большая. Дальше какие-то пошли. Я беру наугад два из них, которые строго меньше, чем t, и начинаю их, соответственно, это чуть-чуть вниз, это чуть-чуть вверх. Но вот в этом моем случае, сейчас я сюда уперся, это стало меньше. Но могло быть так, например, что я вот эти вот два начал тянуть. Ну, вот тут, например, были два. Это тяну вверх, это вниз. Опа! И оно упирается в ноль. Тогда оно застряло где-то между t. То есть, каждый ход, либо одно наполнительное число становится равным t, да? Либо одно нулю. Либо одно дополнительное становится равным нулю. Ясно, что пока здесь есть хотя бы два каких-то меньше, строго меньше, между 0 и t. Можно продолжать. Ну, а значит, останется этот случай, который уже был, очевидно, да. Значит, у нас сейчас останется либо t, либо ноль. Ну, нули ничего не значат. И один посередине, да. И оставшееся число, это один минус tk, соответственно. Все, все. И все, значит, что наилучший случай, тот, который я разобрал, он меньше. Значит, все остальные еще хуже. Совершенно шикарно. Все правильно, абсолютно правильно. Там, я слышал, там, может, какие-то помарки у тебя на письме были. Ну, да, ну. Ну, это не важно. Я с ними, главное, что решил. Да, вот мне интересно, есть ли более простое решение, потому что это не очень простое. Ну, да, я... Мне кажется, что есть, но вот прямо сейчас я как-то не могу сообразить. Так что, граждане, кто пришлет, более классное решение. У-у-у. К тому мы скажем большое спасибо. А еще здесь появилась странная деталь. Интересуешься турнированными олимпиадами? Бесплатная олимпиадная школа ответа уже в январе. Зарегистрируйся, прими участие. Вообще-то в наше время было не принято рекламой устраивать на турнире Ломоносова и вообще на таких олимпиадах серьезных. И я, между прочим, я высказываю, в школе Летова фи большое за это. По-моему, это некрасиво. До встречи на канале, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!